Здравствуйте, мои дорогие! С вами психолог-практик Евгения Саженцева, а также богослов по образованию. Решила записать сегодня последнее видео. И, кстати, к слову скажу для тех, кто считает, что я меркантильная такая. Каждая моя консультация вдохновляет меня на новое видео, наверное. И даже сейчас я, вдохновившись консультацией с моим клиентом, вам даю столько же, сколько моему клиенту. Видя, что есть потребность, например, в каком-то вопросе, в каком-то запросе, я потом снимаю видео, и практически вы можете задаром взять консультацию. Потому что вопросы-то всё равно схожие у клиентов. И запрос, например, моего клиента сейчас звучал такой. Как жить дальше? Такое есть ощущение, что после нарцисса как будто жизнь закончилась. Как жить дальше? Вообще, есть ли жизнь после нарцисса? Так что, друзья, слушайте внимательно, всё даром, всё бесплатно, так скажем. Мне ничего не жалко, я человек нежадный. Вот смотрите, представьте себе концлагерь, в котором вы пребывали, в котором вы просто забыли о себе, забыли о своих потребностях, забыли о своих желаниях, забыли вообще, что вы существуете, и поставили в центр угла какого-то вот идола, который полностью вас подчинил себе. Я сейчас говорю о нарциссах. Человека, который вас заставил разными, разнообразными манипуляциями полностью всю голову подчинить себе. Это произошло, можно так сказать, с помощью гипноза, когда вы к вам сначала втерлись в доверие, внушили, что вы родственные души, что у вас такая вот неземная любовь с человеком, зеркалив ваши интересы, нарочно изучая вас как личность, и чтобы потом говорить, что «а мы с тобой так похожи, а вот ты это любишь, и я это люблю». Ваши социальные сети изучали специально, чтобы потом говорить, что «и я эту книгу прочитал, и мне это нравится», хотя человек, допустим, вообще другой, вообще на вас не похож, но вам втерлись в доверие через разные манипуляции, и потом уже начали качать из вас энергию, качать из вас кровь, высасывать из вас все соки жизни, так что вы просто потеряли себя как личность, служили этому идолу, этому сатане, простите меня. И вы потом, естественно, когда этот идол уходит, как будто бы жизнь закончилась, как будто бы и смысла дальше нет. Но давайте посмотрим правде в глаза. Жизнь закончилась, когда этот идол пришёл в вашу жизнь. И сейчас, когда он ушёл, есть самое время снова начать жить, нормально жить. Так, чтобы вспомнить свои интересы, свои желания, свои потребности, вспомнить, чем вы увлекались, потому что нарцисс часто настолько сильно проводит последнюю манипуляцию утилизации, настолько сильно вас обесценивает, что вы даже перестаёте заниматься своими любимыми увлечениями, забиваете на свои таланты, просто лежите как мертвец и не знаете вообще, чем мне сейчас заниматься, если всю мою жизнь вот так вот обесценили, плюнули, и сказали, что единственный мой смысл жизни – это служить этому идолу. Так вот вопрос. Есть ли жизнь после нарциссов? Вы вышли из концлагеря и стали свободны. Это самое настоящее чудо, потому что в этом концлагере, я не побоюсь этого слова, вас могли уничтожить не только морально, но и физически, так что вы могли просто умереть. Но вы спаслись, вы сейчас, допустим, даже пройдя этот путь, этот цикл до утилизации, вы живы, допустим. Раз уж вы смотрите это видео, да, вы имеете руки, ноги, вы можете посмотреть на небо. Знаете, вот человек, который, вот этот вот период времени, который был с нарциссом, он пребывал вот в этом затмении солнца, когда он не видел смысла другого, кроме нарцисса, он наконец-то выходит на свет, он наконец-то начинает видеть окружающий мир, что есть другие люди, что есть хорошие люди, что есть адекватные люди, что вот здесь, допустим, не встретился хороший человек, он почему-то меня не критикует, он почему-то меня не унижает. Оказывается, можно жить иначе, оказывается, можно создать круг общения, где тебя, наоборот, поддерживают, где тебя ценят, где тебя не унижают. Оказывается, можно и дальше заниматься всеми своими увлечениями, и это нормально. Можно чего-то хотеть, можно делать то, что ты хочешь, можно быть свободным. И вы сейчас свободны от тирана. В данный момент времени, если это действительно про вас, если вы, допустим, вышли после таких отношений, а не смотрите видео, когда вы ещё в отношениях, и думаете, уходить или нет. Для вас жизнь открывается заново. Вы можете наконец-то вздохнуть и начать жить свободной жизнью. Вспоминать себя, каким вы были до нарцисса. Вспоминать свои интересы, вспоминать свои хобби, свои увлечения. Делать то, что вам нужно, а не то, что нужно этому человеку ненасытному, который всегда был вами недоволен. Так вот, вы спрашиваете, есть ли жизнь после нарциссов и чем мне теперь заниматься. Конечно, вам трудно понять такую вещь, что вы есть и что вы не менее значимый человек, чем вот этот вот идол, которого вы сами сотворили, который привёл вас к этому манипуляциями. И что ваши желания значимые, что у вас есть свои потребности, что вы можете сейчас просто заниматься тем, что вы хотите и никто вас за это не осудит. И что вы можете отстраняться от тех людей, которые будут вас осуждать, которые будут бесконечно вас критиковать. Вы теперь побольше разбираетесь в людях, вы можете вычислить нарциссов и сразу от них уходить. У вас много информации о здоровых отношениях, о том, что здоровые отношения это когда люди друг друга уважают и ценят. Вы сейчас можете построить здоровые отношения с кем-то, вы можете делать всё, что хотите. Разве это несчастье, что вы вырвались из этого ада? Жизнь только начинается, друзья мои, прекрасная жизнь с адекватными людьми, со здоровыми людьми, которые умеют радоваться жизни, а не вот эти вот завистливые люди, которые всегда всем недовольны, которые гонобят всех вокруг. возвращайте себе в свой внутренний свет, возвращайте себе Бога, свою радость жизни, по кирпичикам стройте себя заново, это, конечно, большой труд, но он того стоит. Вы вышли из концлагеря для того, чтобы снова обрести рай. Я не побоюсь этого слова, рай, потому что жизнь с нарциссом это ад. И вот этот рай, его нужно взращивать мало-помалу, каждый день, занимаясь тем, что вам нравится, взращивая свои таланты, идя к своим целям, к своим успехам, к своим новым мечтам. Это прекрасный путь, и всё только впереди. Не думайте, что после нарцисса нет радости. Это с ним нет радости. А сейчас у вас всё будет хорошо. Если вам нужна личная консультация, телефон в описании. Спасибо.